Вы смотрите аналитическую программу Postscriptum в студии Алексей Пушков. В Великобритании и Франция готовятся поставлять оружие сирийским повстанцам, сразу после того, как в конце мая истечет срок введенного ООН эмбарго на поставки оружия в эту страну. Таким образом, страны Запада хотят добиться решающего сдвига в соотношении сил в Сирии. На настоящий момент повстанцы контролируют около 25% территории страны, а остальная часть, 75%, остается под контролем правительства. И эта ситуация не меняется уже примерно полгода. Правительство не может подавить повстанцев, но повстанцы не могут свергнуть правительство. Поставки оружия, а также подготовка боевиков в соседней Ордании с участием американских специалистов и ряд других мер должны по замыслу стран Запада сдвинуть нынешнее кровавое равновесие в Сирии в пользу повстанцев. О западном сценарии для Сирии. Дмитрий Графов. То, что сирийские повстанцы способны изготавливать примитивные ракеты, стало известно в конце прошлого года. Сначала они летали на несколько сот метров, имели небольшой размер, но начинить их можно было чем угодно. Потом повстанцами были захвачены у правительственных войск несколько ракетных установок, куда более серьезного калибра. Насколько известно, не без помощи извне, потом повстанцы изготовили реактивные снаряды с химической начинкой из белого фосфора, которые уже дважды падали на головы мирных жителей. Первый раз от такой ракеты в провинции Алеппо погибли 25 человек. 110 были госпитализированы. Причем боевики, применившие химзаряд, сразу обвинили Асада в использовании химического оружия. В ответ сирийские власти обратились в ООН с просьбой провести расследование случившегося в Алеппо. Постпредсирии при ООН Башар Джафари сообщил, что власти его страны заинтересованы в установлении истины. План авторов химической атаки был очевиден. Еще в августе президент США заявил, если режим Асада использует химическое оружие, он перейдет к красную черту. Не будем забывать, что независимые разведаналитики еще два месяца назад предупреждали о том, что оппозиция может использовать химическое оружие для того, чтобы создать повод военного вмешательства в сирийские события. Однако провокация была так примитивно состряпана и исполнена, что даже США пришлось признать, пока предварительно, что связь сирийской армией с химической атакой не усматривается. Но есть еще Франция, которая, судя по всему, только и ждет, чтобы кто-то создал предлог вернуться к химическому оружию в Сирии. Мы, как и наши союзники, внимательно следим, чтобы Асад не вздумал применить химическое оружие. Для международного сообщества это было бы законным основанием для прямой интервенции. И Барак Обама, похоже, не против пропустить господина Оланда вперед. Президент Франции пригрозил, если другие страны ЕС не проголосуют за отмену эмбарго на поставки оружия сирийским мятежникам, то Париж будет действовать самостоятельно. Ему вторит премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Великобритания будет действовать так, как считает нужным. То есть сама начнет поставки оружия сирийским постанцам. Запад действовал в Ливии при молчании, то, что называется, при нейтралитете России. Но мне кажется, что в Сирии уже Россия откажется от позиции нейтралитета. И, видимо, об этом было сказано Оланду, когда он сюда приезжал в Москву. Для России сейчас Сирия это вопрос принципа. И если все-таки в Сирию произойдет вмешательство со стороны Франции или Кабритании, со стороны Запада, открытые, то это будет внесен мощный удар не только и даже не столько по Ассу, сколько по России. Поэтому на Западе должны понимать, что такие действия в Сирии не могут не привести к открытому конфликту с Россией, который вынужден будет на это соответствующим образом прореагировать. В Москве Оланд говорил о необходимости политического выхода из сирийского кризиса. Но в Париже заявил совсем другое. Франция не может не помогать повстанцам, когда официальному Дамаску помогает Россия и Иран. Повстанцы просят у Запада в первую очередь противотанковое оружие и зенитно-переносные ракетные комплексы, чтобы нейтрализовать танки и авиацию Башара Ассада. Но поражение Ассада или его победа зависит не только от оружия, сколько от того, кто с ним и кто против него и его народа. Впечатлениями делится недавно побывавший в Сирии журналист Михаил Леонтьев. Вот передо мной сидел человек, который просидел в тюрьме Ассадовской, с папой начиная, 25 лет. Старик. Чувствую, сидел так, крепко сидел, то есть не на курорте. Сторонник Ассадов, сознательный, потому что он понимает, что страну-то нужно, страны не будет. Практически откровенный лозунг оппозиционеров – это расчленение страны. Они взяли французский колониальный флаг, который был флагом расчленения. То есть там бесстыдство колоссальное. Когда исламистские войны ислама пишут по-арабски на стене «Спасибо Катару, Турции, Израилю», ну да что еще можно допрыгаться? Обещая оружие повстанцам, президент Франции заявил, что политические варианты провалились. Хотя Москва в последнее время как раз работала над такими вариантами. Наша дипломатия очень активно работала с западниками, особенно с американцами. Вплоть до того, что начался как бы подбор лиц, которые могли бы с двух сторон реально говорить о переформатировании страны, то есть о каком-то национальном согласии, которое, в общем-то, обещает достаточно глубокие перемены в устройстве Сирии. И готовность есть и со стороны Дамаска, и со стороны наиболее здравомыслящей части оппозиции. Если оглядываться на Ливию, то судьбу ее лидера Муаммара Каддафи решила не оружие в руках повстанцев, решила военное вмешательство Запада. Чтобы обосновать его законность, потребовалась резолюция Совбезу ООН. А потом уже перед телекамерами всему миру было явлено Временное правительство повстанцев. Теперь почти такую же картинку нам показали до вторжения. Только вместо Саркази Аланд, а вместо ливийской оппозиции на ступенях Ересейского дворца стоит Сирийская. Все готово. Так называемое правительство временное в изгнании, которое представляет интересы мятежников, может обратиться за официальной помощью к Западу. И в данном случае возможен одностороннее решение по проведению общевойсковой либо ударной воздушно-наступательной операции. На сегодняшний день АСАД представляет Сирию в Совете Безопасности. И, соответственно, любое силовое воздействие на ситуацию в любом регионе мира должно быть легитимизировано решением Совета Безопасности. Если решения Совета Безопасности не будет, то кто бы ни просил, кто бы ни обращался за помощью, это действия будут нелегитимными, соответствующими выводами для тех, кто это будет делать. Пока Обама еще играет роль лауреата Нобелевской премии мира, американские генералы готовят общественное мнение к часу Икс. Командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Талридис заявил о войне Ассада с повстанцами. Альянс, в принципе, готов повторить ту же последовательность действий, что ранее была реализована в Ливии. Моя личная точка зрения такова. Вмешательство было бы полезным для преодоления нынешнего тупика и свержения режима. А канцлер Германии госпожа Меркель в Брюсселе заявила, что при снятии эмбарго на поставки оружия сирийским боевикам со стороны России и Ирана стоит ждать ответных шагов. Другими словами, Сирия превращается в поле неприкрытой конфронтации между Западом и Россией.